Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Снова я, Марк Мурчёдок. Что у нас сегодня? Ой, когда я делал видео с обзора патча, я обещал сделать еще видео по поводу Ясу опять, и рунная Ясу. Ой, опять все поменялось, господи, тут можно бесконечно делать каждый патч. В общем, сейчас я найду, секундочку. Так, ну, увеличение, точность, плюс доминирование с 5,4 АД, 060 АД, но это мелочь. Так, вот, что я хочу сказать, я решительное наступление 8-12% без А4-12, то есть опять бафнули, опять вернули. Так, вот. Решительное наступление на Ясу опять сильное. Оно опять неимоверные цифры урона дает. То есть мы опять возвращаем, то есть, если был уже все вариант лавирования и больше ничего, теперь у нас есть вариант или лавирования, или наступления. И теперь, все-таки, на момент патча 8-5, когда брать наступление? Наступление берется именно тогда, когда вы собираетесь дуэлиться на линии и доминировать. Или даже с ней доминировать, а просто трейдится? Понимаю, что будете трейдится и дуэлиться. И если вы уже понимаете, что у врага тоже будет наступление, например, Джакс, Фиоры, иногда бывает, с наступлениями, в основном, с комет amongst каметы из Cryptomania. В общем, когда вы собираетесь дуэлиться, понимai, первое., когда вы собираетесь дуэлиться, второе, когда понимаете, что там будет тоже наступления, ну и просто и вполне фулл-т çevла доминацию хотите, если третий вариант прям вот, по полный идти. Когда брать искусственное лавирование Лавирование берется для тяжелого матчапа Для сустейна на линии И максимального фарма Вот именно тогда То есть когда вы готовитесь брать защику на линии Тогда лавирование Когда готовы давать кому-то защику Тогда наступление Все очень просто Тут же все так же Триумф Легенда рвения Нажмись Тут можно выбрать или удар милосердия Или последний рубеж Когда удар милосердия Удар милосердия Когда против вас квиш И вы уверены Что вы быстро просадите До 40% пп Чтобы эта руна протнулась Если же вы не уверены Что просадите врага Но понимаете Что просадят вас Быстрее до 60% А в основном с ясу Это часто происходит Потому что ясу все таки сквиш Тогда стоит взять последний рубеж Вы должны сами наиграть Сами понять И сами решите себе Когда и что брать По поводу второй ветки Мы берем или доминирование Или колбаса Или храбрость Вдохновение мех Он ли атак спит нам Не так уж и сдался Тут куда поприятнее Адешечка Или все таки хп Когда же брать доминирование Доминирование мы берем Или ненасытный охотник Нет В общем Мы точно берем вкус крови Потому что урона у нас и так хватает В случае С решительным наступлением А сустейн нам личный Всегда нужен Он всегда будет приятен Так сказать Внезапно удар мне не очень нравится Поприятнее все таки вкус крови Так как урона и так хватает С уступлением Ну а второй берем Или ненасытного охотника Или тотем зомби Тотем зомби Если готовитесь вардить И понимаете Что у вас будет сидеть И вам нужен максимальный Виженный комфорт Ну если вы все таки Хороший игрок Вэлл И умеете расставлять варды А если не умеете Это просто ненасытный охотник Для еще одного сустейна Это в случае Когда будете трейдиться Дуэлиться И в общем Готовы к файтам На линии Когда берется колбастов Колбастов берется Прежде всего Из-за сферы уничтожения То есть против АП героев То есть против АПК На миду То есть Колбастов все таки Заходит больше к ясу Когда он на миду В остальных случаях Лучше все таки Берут или храбрость Ну да Или храбрость Или доминирование Тут мы точно берем Сферу уничтожения Как таково Именно поэтому Мы и берем Собственно колбастов А вот второй можно взять Или надвигающийся бурю Для того чтобы скейлиться В течении игры Или быстроту Когда стоит брать быстроту Быстроту стоит брать Для Роумов Для проколавирования То есть когда прокаете Лавирование Вы получите 5 АД На ранних левелах Это довольно таки Хорошая цифра И приятная Так что тут смотрите сами А не хотите роумов Хотите скейлиться в игру Надвигающийся бурю Ну и когда брать храбрость Храбрость берется В трудных матчапах На топе В основном мы берем ее Из железной кожи И костяной пластины Хочется сказать Что костяная пластина Была багнута на ясу Но в последнем патче В 8-5 ее уже попиксили Что было Проколса щит ясу Пассивочка И проколс это руна Только вот За это время Пока урон уходил в щит Руна ничего не делала Не уменьшала То есть получается За 40 минут Я играл игру 40 минут У меня руна заблокировала За 40 минут 50 урона А когда на остальных героях Она блокирует там по 500-600 Теперь это работает Это мы берем Берем мы все таки Против трудных АД мачапов То есть Пантеон Камила Ривен Фиор Можно тоже Берем железную кожу И костяную пластину Если у вас ловень Нет Но все таки Теперь если кстяная пластина Работает как надо То теперь только вот так Ну и Если вы решили Все таки Пойти через храб Из для петля 6 АП Резистор То тогда вот так Собственно Выбирайте сами Ну Как бы и все Прошлись по румкам Так что это На моем патче 8-5 Работает все это на ясу Вот так Надеюсь Всем все понятно Если не понятно Приходите на стримы В группу ВК Вступайте Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик Для анонса стримов И видео Вступайте в группу Приходите Буду рад С ними пообщаться Ответить на вопросы А так же Вообще просто побеседовать С вами Буду рад всех видеть Всем спасибо ребят Всем пока Всем удачи в салаку Субтитры сделал DimaTorzok